Сегодня я хотела поговорить о том, вообще зачем нужна коммуникация с жителями городов при реализации разноплановых городских проектов. Вне зависимости от того, это проекты ревитализации территорий или проекты создания новых общественных пространств или формирования туристических аттракций. В каждой такой ситуации есть смысл заручиться поддержкой жителей города для того, чтобы проект шел легко, доставлял радость тем, кому он, собственно, адресован. Потому что, по сути, жители города – это же клиенты городских властей, и они вправе рассчитывать на уважительное и внимательное к себе отношение. И действительно есть смысл в тот момент, когда наверху появилась идея, сверить ее с разными группами населения. В случае, если такой сверки не происходит, то при скорости передачи информации в современном мире можно получить мгновенную реакцию и зачастую сопротивление среды, которая приведет к тому, что проект так и не будет реализован или будет реализован с большой отсрочкой, с потерями репутационными, финансовыми и так далее, чего бы не хотелось. Для того, чтобы было нагляднее, приведу несколько примеров последних лет из разных городов. Наглядный пример умения договариваться – ситуация, которая произошла в Петербурге. Всем известная башня Газпрома, которая должна была стать охтоцентром. И была стопроцентная вероятность, что она изменит в худшую сторону и разрушит питерскую знаменитую линию горизонта, испортит вид на Смольный собор. Так как сопротивление общественности было очень внятным, последовательным и массированным, то все-таки был найден компромисс, и башня стала теперь Лахта-центром и была перенесена на периферию города в район Лахты. И вреда от нее теперь для городского пейзажа значительно меньше. Яркий пример из Москвы, наверняка всем известный. Инициатива по демонтажу Шуховской башни под предлогом того, что она разрушается. А заодно хотели снести и историческую школу в непосредственной близости от Шуховской башни. Но тут поднялась волна не только в масштабе Москвы, но и в масштабе мирового разговора, архитектурного и сочувствующего сообщества. И волна была настолько мощная, что, к счастью, башня выстояла, проект ее разборки был опротестован. После изыскания оказалось, что в целом она еще много лет простоит, и она счастливо стоит на своем месте. Еще из кейсов, где был найден идеальный компромисс и принято очень правильное решение городскими властями, хочу рассказать про кейс из Казани, когда несколько лет жители района, в котором 300 тысяч населения, сопротивлялись прокладке дороги через Горкинско-Аметьевский лес. Был план проложить дорогу и застроить Междюлесье. А других рекреационных возможностей, прогулочных у жителей этой части города, которая где-то на 20 минут стоит от центра, просто не было. Борьба шла несколько лет, и мэр принял решение пересмотреть генплан. И когда все пересчитали, оказалось, что дорога в этом месте не так уж и нужна. В результате совместного проектирования с инициативными группами были сформулированы сценарии жизни будущего парка. И если раньше жители просто проходили это место, то сейчас преобразованный парк наполнился жизнью. Помимо лыжных трасс, которые были там всегда, там добавились велосипедные горки, там проходят соревнования, сейчас открывается экоцентр, и парк наполнен людьми все дни недели. Граждане счастливы, власти в почете и в уважении. Это хорошая история с счастливым концовым продолжением. Очень важно, когда вы хотите реализовать какой-то проект, и у вас есть потребность в усилении ресурса с помощью представителей местных сообществ, с помощью малых бизнесов, очень важно нащупать некую объединяющую тему. И действительно вступить в диалог с жителями и понять, за какой идеей они готовы идти. Хороший кейс из Каргабеля, которому уже три года у городских властей была идея создать в центре кластер из деревянных домов, которые планировалось наполнить промыслами, какими-то активностями, имеющими местный колорит. Жители не соглашались участвовать в этом проекте, и городские проектировщики использовали нестандартные ходы, вплоть до того, что с помощью старших школьников разрабатывали возможные идеи оживления этих построек, которые в тот момент находились в достаточно плачевном состоянии, требовали ремонта и поддержания. И через ребят и через их идеи уже воздействовали на их родителей, вовлекая их в разговор. Что произошло спустя три года? Кластер начинает жить. Переехал в один из домов музей наличников и мастерская наличников. Этот мастер, который делает красоту своими руками, перевез свою мастерскую с окраины города в центр. В один из этих домов его реставрирует. В соседнем доме образовался такой кулинарный кластер. Там кафе и кулинарная студия с местными блюдами в меню, с рыбными, ягодными пирогами. В общем, место начинает жить. Но это был такой последовательный процесс, который пошел куда активнее. И люди откликнулись в тот момент, когда нащупали объединяющую тему. И этой темой оказалась семья. И кластер называется сейчас «Фамилия». А тему нащупали таким образом, что просто провели простейший анализ среды. Поняли, что на каждом втором доме в городе Каргополе висит табличка о том, кто здесь жил, когда жил. И для горожан это очень важно, что здесь жили их предки, что клановость, преемственность поколений. И тема семьи действительно – это предмет их разговоров, забот. И вот нащупав эту тему, взяв такое название, действительно получили доверие аудитории. И дело пошло. В тот момент, когда у городских властей появляется какая-то славная идея для городских изменений. Для того, чтобы сэкономить время, деньги, сберечь репутацию, лучше сразу с этой идеей идти к горожанам. И начинать ее обсуждать со всеми вообще группами по интересам. И с представителями бизнеса, и с представителями молодежи, с городскими активистами, с активно работающим населением. И когда коммуникация происходит во всех слоях, тогда процесс сдвигается. И дело спорится. Способы вовлечения разных групп населения, они различные. И это зависит и от возрастной группы, и от родозанятий людей, и от масштаба населенного пункта, в котором они проживают. Если в маленьком городе или в селе личный контакт, он самый эффективный, короткий путь коммуникации, проще позвонить, постучать в дверь или положить листовку в почтовый ящик, то в моногороде очень большой процент населения ходит на работу на градообразующее предприятие, можно информацию через заводскую газету донести до целевой аудитории, быть уверенными, что она действительно дойдет. Также надо идти туда, где уже есть интересующая вас целевая аудитория. Если они есть в соцсетях, значит, идите в соцсети, смотрите, где они чувствуют себя комфортнее, это во ВКонтакте или Одноклассники, где-то это сейчас уже Телеграм, где-то Фейсбук, Инстаграм, и создавайте группы, формируйте диалоги и форумы, а также подкидывайте пищу для пользовательского контента, потому что если у вас есть мероприятие, а после него нет никакой обратной связи в соцсетях, то можно считать, что его и не было. Если у города не хватает своих идей, возможностей или ресурсов для позитивных перемен, то, собственно, идти нужно к жителям города, потому что всегда у них в запасе есть набор инициатив, которые уже, может быть, они даже начали реализовывать. Их нужно мониторить, поддерживать, к ним присоединяться, становиться соратниками. И это, правда, очень ресурсная история. Можно получить удивительные проекты на выходе, начиная от картин музейного уровня на домах, как в случае с Нижним Новгородом, там создан свой фестиваль и свой жанр уличного искусства, который добавляет узнаваемости городу до общественных пространств, как случилось с Вологдой, когда молодые архитекторы, объединившись со студентами-социологами, подарили городу в рамках фестиваля «Активация» пять абсолютно живых, востребованных уже пять лет «Акк» городских пространств в тех точках, которые, правда, посещаемы жителями города. И это такой подарок, которым город воспользовался, благодарен и рад. И нужно смотреть, может быть, этих подарков, может быть, много, не упустите шансы. Все действия должны быть нанизаны на одну генеральную линию, на стратегию, которая с самого начала обозначает ту финальную точку, куда мы хотим прийти все вместе. И, соответственно, вся последовательность шагов, она должна быть подчинена вот этой генеральной линии. И все участники процесса должны понимать, ради чего делаются промежуточные шаги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok